И влияние санкций на азербайджанскую экономику. Как показывает эксперт Мудис Мария Макланова, меньше всего эти санкции повлияли на три страны бывшего Советского Союза. На первом месте Азербайджан, на втором месте Туркменистан и поменьше Киргизи. Больше всего это повлияло на Каджикистан, Киргизстан, Белоруссию, Армению и Узбекистан. И почему на Азербайджан меньше? Потому что у Азербайджана есть нефтяной фонд. 37 мегалов. Этот нефтяной фонд держится в 50% в долларах, 30% в евро, канадские фунты, швейцарские франки и всего 1,2% в рубля. Вот это падение рубля привело к тому, что 400 миллионов мы потеряли всего 100 миллионов. Кроме нефтяного фонда, у Азербайджана мощный золотовалюдный резерв, который составляет примерно 25 миллиардов. То есть 60 миллиардов подушка дает возможность, что тот же монад сейчас тяжелее, чем доллар на 20% и евро. Вот это все привлияет к тому, что в принципе у нас достаточно стабильная экономическая ситуация и мощная золотовалюта или подушка нефтяного. И поэтому влияния как такового нет. Вот единственное, я думаю, что определенный час разработчиков стали возвращаться в связи с проблемами экономического характера власти. Я думаю, что с Южным потоком это окончательное решение. Я думаю, что с Южным потоком, потому что понимаете, там уже Европа поняла, что... Ну вы знаете, да, самые крупные залежи исламцевого газа это Франция, Юг и Польша, это рядом со Львовом и рядом со Славянским. Вот это самое главное. И в принципе Шелджик начинал в Славянске и во Львове. То есть постепенно просто после всех этих проблем, которые возникли с Россией, в течение двух-трех лет развивая альтернативную энергию и сланцевый газ, плюс еще американцы стали строить специальные порты для передачи жиженого газа, да, сжатого газа. Вы знаете, да, в Америке после сланцевой революции газ опустился до 120 долларов за тысячу кубометров. И я думаю, что просто сейчас, в ближайшие 2-3 года, Запад будет делать так, что они поставили план сократить до 10% покупку российского газа. Поэтому с Южным потоком, по-моему, уже все лучше. Еще один вопрос, опять же, в той сфере. Во время совещания ОПЕК, там была разлучена такая мысль, не мысль, а факт, что Иран потерял клиентов на природный газ. Из-за санкций. Из-за санкций. Но санкции, извините, там при этом называется Южная Корея, Япония, Китай и Индия. Ну хорошо, допустим, Китай и Индия сократили, отказались от иранского газа для того... Газа, а не нефти. А, не нефти. Для того, чтобы получать ту самую продукцию из России. Нога такая. Это на том фоне, что цены падают. Я очень сомневаюсь, что бы Япония и Южная Корея тоже отказались бы получать от Ирана полагаемую норму. Что Вы насчет этого? Нет, я вообще считаю, что... Там сюда. Дело в том, что сейчас в мире единственная страна, где растет ВВП, это Америка. Последние данные будут 390. А в Китае, где всегда было мощное развитие, 8500 сейчас упадает. Уже в этом году они ждут 7,2. В связи с этим вообще есть, так сказать, перенасыщенность нефти. Это тоже один из факторов. То есть Китаю уже не нужно столько нефти. Южной Корее столько нефти, как, допустим, в прошлом году. Это тоже влияет на то, что они просто снижают квоты покупки нефти у того же Индия. Плюс еще там санкции действуют и все. Там американцы действуют. Сами понимаете, это же целая система. Американцы самое важное, чтобы они отказались от своей ядерной программы. И поэтому они дали их по всем направлениям. А вообще потребность у нефти снижается. Вот в этом году это показалось, что это снижается. Потом же главный потребитель энергоресурсов в мире всегда было Соединенных Штатов Америки в 40%. Когда у них уже есть свой сланцевый газ и сланцевая нефть, когда они перестают покупать только тех объемов, даже у тех же Саудитов, все это приводит к тому, что постепенно все страны, добывающие нефть, у них, в том числе и Азербайджан, доходы будут уменьшаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...